Всем привет! Меня зовут Юля. Вы попали на мой канал, и сегодня я вам покажу, как я готовлю свои завтраки. Сейчас у меня достаточно много углеводов, и поэтому все рецепты, которые я вам покажу в этом видео, будут с овсянкой. Я её очень сильно люблю, надеюсь, что вы тоже её любите. Напишите мне в комментариях вообще, как вы относитесь к овсянке. Здесь я вам покажу овся на блин, обычную кашу на немолоке, также вы увидите оладушки, вафли, и также я вам покажу бонусиком небольшой кексик, который вы можете приготовить как на завтрак, так и просто в качестве такого десертика. Я скажу по секрету, что все остальные можно тоже готовить как на завтрак, так и в качестве десерта. Итак, для приготовления овсяных вафель нам понадобится одно яйцо, биокефир, у меня 1%, также овсяные хлопья, овсяная мука, соль и пакетик сахарозаменителя. Итак, мы насыпаем 30 грамм овсяных хлопьев. Затем наливаем 80 грамм кефира. Разбиваем одно яйцо. Добавляем щепотку соли. И добавляю пол пакетика сахара заменита от Фитбарад, ну или же можно целый пакетик, так будет более сладко. И затем все перемешиваем. Смазываем нашу вафельницу маслом, у меня это было виноградное. И затем мы выкладываем наше тесто в вафельницу. Можно выкладывать большими порциями, можно маленькими, как вам угодно. Закрываем крышку нашей вафельницы и жарим наши вафельки. Готовить нужно вафли приблизительно 3-5 минут, в зависимости от размера. И потом мы открываем крышку и достаем наши вафли. Вот такие вот вафельки у меня получилось. Здесь у меня 8 штучек. Я их поливаю вот таким вот топпингом от Бомбара с малиновым вкусом. Он мне очень-очень понравился. Вы уже могли видеть у меня в одном из прошлых видео. Всем его советую. И вот такая вот красота у нас вышла. Для следующего рецепта нам понадобится не молоко, овсяное классическое лайт, 1,5% жирности. Также овсяные хлопья. Немного соли. А также пакетик сахара заменитель на отфит-парад. Думаю, уже многие догадались, что мы будем готовить овсяную кашу. Итак, насыпаем 70-80 грамм овсяных хлопьев. Вы можете насыпать либо меньше, либо больше, в зависимости от того, что вам надо. Берем наше немолоко, взбалтываем обязательно. И наливаю приблизительно 230 миллилитров, можно больше, либо меньше. Но мне больше нравится наливать примерно такое количество, а после разбавлять водой. Добавляем щепотку соли. И пакетик сахара заменителя. Как я уже говорила ранее, мне нравится, когда каша более такая жидкая, поэтому я ее разбавляю водой. И начинаем перемешивать и варить нашу кашу на среднем огне где-то 7-8 минут. Даем нашей каше немножечко настояться и можем выкладывать на тарелку. Вот такая вот аппетитная и вкусная каша у нас получилась. Я ее просто обожаю. А если еще добавить немножечко ягод или шоколада, или что вам захочется, то будет еще вкуснее. Я беру жимолость замороженную приблизительно 30 грамм. Итак, для следующего рецепта нам понадобится соль, овсяная мука, хлопья овсяные, биокефир 1%, одно яйцо, пакетик сахара заменителя, а также молочный шоколад без сахара, 36% какао. Насыпаем 30 грамм овсяных хлопьев. Добавляем 60 грамм овсяной муки. Сбалтываем кефир и наливаем приблизительно 80 миллилитров. Разбиваем одно яйцо. Добавляем щепотку соли. И насыпаем пакетик сахара заменителем. Все перемешиваем. Жарим наши оладушки на масле на среднем огне каждые примерно по 3 минутки. Вот такие оладушки у нас получились. Некоторые я добавила по кусочку шоколада без сахара. Для следующего нам понадобится соль, какао-порошок, хлопья овсяные, биокефир однопроцентный, 2 яйца и пол пакетика сахара заменителем. Насыпаем 80 грамм овсяных хлопьев. Наливаем 70 миллилитров кефира. Разбиваем 2 маленьких куриных яйца. Добавляем пол пакетика сахара заменителя. Щепотка соли. Чтобы наш овсяный блин получился шоколадным, добавляем какао. У меня приблизительно 8 грамм. Далее все перемешиваем. Примерно вот до такого состояния. Жарим наш овсяный блин с каждой стороны по 2-3 минуты на капле масла. У меня это виноградное. Вот такая красота получается. Я решила добавить еще 25 грамм легкого сыра. Посмотрите как он красиво расплавился. И для приготовления кекса нам понадобится 1 средний банан, овсяная мука, не молоко, овсяная классическая light 1,5% жирности, какао-порошок, ванилин по вкусу, разрыхлитель и сахарозаменитель. В тарелку кладем чуть больше половинки банана и разминаем его вилочкой. Примерно до такого состояния. Далее насыпаем 35 грамм овсяной муки. Далее добавляем 8 грамм какао, пакетик сахарозаменителя, пол чайной ложки разрыхлителя и также пол чайной ложки ванилина по вкусу. Перемешиваем все сухие ингредиенты и получаем вот такую вот массу. Взбалтываем наше немолоко и наливаем приблизительно 30 миллилитров. И все хорошенечко перемешиваем. Вот что у нас должно получиться. Ставим в микроволновку на максимальную мощность где-то на 3-5 минут. И вот что мы получаем. Ну а далее украшаем уже как вам захочется. Я решила добавить остатки банана и насыпать немножко кокосовой стружки. Вот такая вот красота у нас получилась. Это невероятно вкусно. Просто посмотрите на этот разрез. Всем приятного аппетита! Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то пожалуйста, поддержите мое видео пальцем вверх. Я очень надеюсь, что вам нравятся мои видео. Буду ждать вас обратной связи в комментариях. Также подписывайтесь на мой инстаграм и мой канал в телеграме, который сейчас я стараюсь честно вести. Да, не всегда получается, потому что не хочется выкладывать что-то однообразное, так как не столько интересных вещей происходит в моей жизни, но всегда выкладываю красивые фотографии, пишу интересные посты, так что буду рада, если вы тоже зайдете и почитайте. Всем большое спасибо за просмотр! Всех люблю! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok